Решил снять такое видео и затронуть тему света, потому как у меня спрашивают в комментариях, я понимаю, что, наверное, требуется ответить. Смотрите, это перцы, что один, что второй, посажены в одно время. Но какая большая разница? Этот растет при дополнительном освещении 20 ватт на 0,3 квадрата. Этот растет на окне, на подоконнике. И вот такая существенная разница. Да, у нас тут есть уже настоящие листья, но за полтора месяца это очень мало. Вот как примерно должен выглядеть перец. И то, если бы я поставил 30 ватт, этот перец был бы еще выше. То есть он немножко больше должен быть. Сейчас я вам покажу, какое освещение на подоконнике. И вот смотрим. 130. Даже если мы датчик обратим к солнцу. Ну, 180 поймаем. 190. Ну, пускай даже 200. Округлим в большую сторону. Вот они не растут здесь. Очень маленькие, очень маленькие. И наклоняются во все стороны. В общем, растет неправильно он на окне. Сейчас покажу, сколько у нас при свете. 5200. И так же самое, если будем обращать к свету, будет больше. Понятно, что в разных местах разные значения. То есть отдаленно 3000. Если листья развернутся к солнцу, будет чуть больше. В общем, 5, 8, 6. И даже на отдаленном участке 2000. Что в 10 раз больше. Собственно, потому у нас и такая разница. Огромная. А если мы поставим не 20 ватт на 0,3 квадрата, а 25-30, разница будет еще существеннее. Тут и следует такая реакция, что если у вас нет возможности досвечивать, то рано перец не садите. Садите его хотя бы в марте. Потому что будет вот такое подобие перца. Тяжело назвать, конечно. Ну, очень хило растет. Какой он урожай заложит в себя, когда он так растет, непонятно. В общем, надеюсь, я мысль донес о важности света. Не пренебрегайте этим. Понятно, что и земля какая, и как вы поливаете, это все важно. То есть, но свет это очень важная деталь. Все, друзья. Всего доброго, до свидания. Встретимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok